Последующая реакция на так называемое воскрешение Аркадия Бабченко. Я знаю, что очень многим сейчас в Украине эта тема неприятна, но это настолько серьезная тема, и я думаю, что об этом нужно говорить много и долго, до тех пор, пока до людей начнет выходить. Дело в том, что вся эта история очень четко проявила и показала, насколько все-таки люди, очень многие, лишены критического мышления, способностей вообще соображать в определенных ситуациях. И в то же время мне эта ситуация доказала, что те люди, которых я уважал, достойны моего уважения. И вот сейчас об этом пойдет речь. Сначала сразу хочу сказать, рановато вы меня записали в глупцы, кое-кто в комментариях писали мне, подрасти, дескать, потом будешь рассуждать о тонкостях операции СБУ. Не твоего ума это дело, но жив ведь Аркадий, нужно только радоваться и хлопать в ладоши. Остальное необязательно, раздумывать здесь не надо. Здесь нужно просто принимать этот факт и радоваться, радоваться, радоваться. В то же время меня обрадовало, я необыкновенно признателен тем людям, которых я уважал до этого. И оказалось, что я правильно и оправданно их уважал. И они меня в этой ситуации, скажем так, не подвели, не подкачали, не разочаровали. Да, прежде чем я скажу об этих людях, я еще должен прокомментировать то, что очень многие посылали меня в очередной раз к Александру Сотнику. Ну, видимо, для этих людей этот человек уру или, в его мнение, имеет какой-то вес. И говорили мне, дескать, Штарк, да ты облажался. Ты вот к Александру Сотнику сходи и послушай, как же он там расхваливает операцию СБУ. Я не пошел, так как я давно отписан от этого канала, но я вам скажу так. Если на самом деле Александр Сотник в этой ситуации расхваливает СБУ, то для меня он окончательно попал в отряд глупцов и так конкретнее к делу. Люди, которые меня не разочаровали и люди, которые в моем персональном случае относятся к авторитетному мнению. Это прежде всего известный журналист, блестящий журналист России Игорь Яковенко. Он занял именно ту позицию, которую должен занять профессиональный журналист, за что ему персональное спасибо. Второй человек, который тоже меня не разочаровал, Алексей Романов, канал Ньюс Эдов. Это странно, но мои мысли очень часто сходятся с мыслями Алексея Романова, хотя мы не общаемся и работаем сепаратно. Дальше это Виктор Шендерович. Его реакция тоже оказалась адекватной, такой, какой я ожидал. Ну и Константин Боровой, одним словом, очень многие люди, именно те, которых я отношу к так называемому моему белому списку, все правильно поняли. И очень большая часть легковерных людей, готовых оправдать все, что угодно. Даже ложь, даже непрофессионализм, самое главное, что это исходит от украинской стороны. Конкретно, чего делать нельзя было в случае Бабченко, или я бы его назвал казус Бабченко, потому что, я думаю, со временем и до самого Бабченко дойдет, что делать этого нельзя было ни при каких обстоятельствах. Первое. Вся эта история сыграла на руку Москвы. Второй раз за очень много лет я включил российский телевизор, чего себе делать не позволяю, и увидел именно то, что я ожидал увидеть. Москва аплодирует стоя операции СБУ. Впервые за много лет вы им дали такой козырь, настолько мощный, что они не скрывают своей радости. Теперь, наконец-то, в империи зла появился прецедент, о котором они будут говорить очень часто, и этим самым козырем будут бить вас же самих и нас, людей, которые пытаются говорить о правде, о справедливости и пытаются оппонировать этому ужасному, профашистующему режиму. Впервые за много лет Александра Захарова, которой все время с большим трудом приходится высасывать факты из пальцев или из других мест, откуда она их высасывает, впервые у нее был действительно весомый повод сказать, что Россию обвиняют беспричинно, например, в убийстве журналиста, которого не было. Впервые облик России в западных СМИ оказался пилом, чистым, лик невинности, я бы сказал. Второе, конечно же, очень сильно пострадала репутация Украины как государства. Когда высокопоставленные чиновники, в том числе относящиеся к спецслужбам, заявляют на весь мир подобные вещи, а потом сами себя начинают опровергать, рассчитывая на красивый спектакль и аплодисменты, они не понимают, что в глазах мировой общественности все это выглядит как дешевая клоунада. И Союз журналистов Европы уже высказался о том, что это недопустимая манипуляция общественным мнением. И это очень сильно вредит современным СМИ, особенно в ситуации информационной войны, когда людям и так тяжело ориентироваться, где добро и где зло, где настоящие новости, а где фейк-новости. Мы сейчас, видите ли, во всем мире боремся с фейк-ньюсами, а вы их распространяете, размножаете и сеете в головы людей еще больше сомнений. А правда ли вообще все то, что нам говорят, в том числе люди, которым мы доверяем? Игорь Яковенко сравнил эту историю, а у него очень отточенный слог, с маленькой атомной бомбой в информационном мире. И это действительно так. Он не расширил эту мысль, а я ее расширю. Во время взрыва атомной бомбы, главное, не те разрушения, которые происходят в момент взрыва, а та лучевая болезнь, которая остается после удара. Так вот, следы лучевой болезни казуса Бабченко мы еще начнем ощущать. Ну и не говоря уже о том, что репутация самого Бабченко очень сильно пострадала. Меня спросили, что бы вы сделали, если бы вы были близким его другом в комментариях. Я скажу вам. Если бы я был близким другом Аркадия Бабченко и пережил вот эти ужасные моменты потери и горя, при виде его воскрешения я бы пожелал ему здоровья, я бы порадовался, что он жив, но нашей дружбе на этом пришел бы конец. Просто потому, что я считаю неприемлемо играть так с чувствами людей для того, чтобы отхватить порцию хайпа. Смотря на пресс-конференцию этих троих людей, как был презентирован Аркадий Бабченко, какими словами, чем все это сопровождалось позой самого Аркадия Бабченко, я абсолютно убедился в том, что все это вранье, все это постановка и все это спектакль. Я вообще не уверен в том, что проводилась какая-то операция и более того, все, что будет сказано после, лично я буду подвергать сомнению. Люди, обманувшие вас однажды, могут обмануть вас еще раз или, что страшнее, могли обманывать вас до этого. В этом смысле правильно высказался Виктор Шендрович. Он сказал, что теперь доказательства СБУ должны быть такими сокрушительными, а имена причастных людей такими весомыми, чтобы у людей не было никаких сомнений, что в этом была необходимость. Что была необходимость в слезах, в некрологах, в бессонных ночах и многих часах переживаний по поводу известного публичного человека. А я, как человек, разбирающийся в психологии, скажу вам, что люди, работающие в СБУ, напрочь непрофессиональны. Более того, среди них нет, видимо, ни одного психолога. Иначе бы они знали, что то, что они сделали, имеет обратный психологический эффект. Видите ли, когда взрывается формационная бомба, или назовем такой большой воздушный шарик, то после взрыва есть эффект сдувания шарика, такой, знаете ли, звук «шшшшш», когда воздух выходит. Так вот, когда люди переживают состояние очень сильного эмоционального взрыва, например, в данном случае, когда очень многие стали сочувствовать, пережили настоящую боль и, более того, шок. Очень многие писали эту новость «шок» для нас. Так вот, в момент, когда это произошло, дальше идет реакция расслабления. И сейчас общество переживает вот эту фазу сдутия воздуха. И вот тут наступает фаза, когда СБУ должны представить свои умопомрачительные, громогласные доказательства именно в фазу расслабления. И это значит, что ни одно имя и ни одна деталь этого дела не произведет эффекта, так как она пришлась в фазу расслабления или в фазу выпуска воздуха. А вот взрыв достался как раз-таки новости, которая оказалась фейковой. Поэтому с психологической точки зрения нанесен очень большой существенный удар общественному мнению, как и обществу вообще в целом. Общество было как бы сказано «не доверяйте всему, что происходит». Может оказаться, что ваше добросердечие, желание посочувствовать, желание помочь может быть направлено вообще к несуществующим людям и к несуществующим событиям. Это, пожалуй, самое страшное, что было сделано. И последствия – так называемая информационная лучевая болезнь, которую мы еще начнем ощущать. Мне, как человеку, доверяющему до сих пор мнению Аркадия Бабченко, было сказано, что даже его жена была не посвящена в эту операцию. Более того, он за месяц знал об этом, а СБУ так и за два месяца знало, что происходит. В этот момент я понимаю, что не сходится вообще ничего. Если бы семье на самом деле угрожала опасность, то во всех нормальных цивилизованных странах в таких случаях семью эвакуируют, меняют идентичность, документы и пытаются всеми силами сохранить их жизнь, при этом не стараясь нанести удара всему остальному обществу. В данном случае было произведено все наоборот. Все якобы знали, готовились, подготавливали, так сказать, вот этот самый пакет дерьма, который описал после Стас Кучер. Он сказал, такое ощущение, что над головами людей взорвался пакет, оттуда высыпалось дерьмо, и теперь мы все сидим такие, и никто не в белом. Он прав. Даже СБУ в этой ситуации ни в коем случае не в белом, потому что теперь в адрес СБУ вопросов еще больше, чем до того, как и сомнений в их настоящем профессионализме. А нужно ли было спасать семью Бабченко вот такими способами? Нет. В этом не было никакой необходимости, я могу вам сказать уже сейчас, потому что во многих странах возникают подобные ситуации, и я ни разу за свою жизнь, а я живу довольно долго, не слышал, чтобы мною, как обычным обывателям, манипулировали таким образом. Если бы когда-нибудь в какой-то стране произошло что-то подобное, публичного человека как бы убили, а потом оживили, я бы это запомнил 100%, но этого за мою память никогда не было. Возможно, в криминальном мире происходят очень часто такие операции с подлогом с фальшивой информацией, но никогда подобные случаи не происходили с презентацией на весь мир, никогда не пытались манипулировать мнением сразу многих миллионов людей. И это, к сожалению, не оправданно. Если вы говорите, ах, вы сожалеете о том, что Аркадий Бабченко жив, прекратите. Конечно же, никто не желал смерти Аркадия Бабченко до того и не мог желать ему тем более этой смерти после. Нам навязали мысль о его смерти, а когда у нас появилась нормальная человеческая реакция, над нами тупо посмеялись, так как мы очень живо отозвались на, казалось бы, настоящую трагедию. И нас обманули. Просто обманули. Говоря при этом, что это часть их какой-то чертовой операции. Кто-то сказал мне, не пытайтесь, вы не разбираетесь в тонкостях работы СБУ. Нет, господа, это вы не понимаете, что значит тонкость. Тонкость – это когда работу спецслужб вы вообще не замечаете, вернее, вы понятия не имеете, как они работают. Или где-то на пятой странице в газете маленькая колонка, дескать, группу обезвредили, работа прошла нормально. Вот это тонкая работа спецслужб. То, что было представлено СБУ Украины – это грубая, топорная, непрофессиональная дичь, которую они рассчитывали представить, как торт на банкете, а из него весь в конфетти выпрыгивает живой Аркадий Бабченко. Тот, кому мы только что очень всесердечно сочувствовали. И такое, знаете ли, непонимание, а почему вы резко не переключились и не тут же стали аплодировать. Даже жидкие аплодисменты на пресс-конференции говорят о том, что люди в недоумении. Они спрашивают себя, для чего все это было. Нам рассказывают, что все произошло для того, чтобы спасти жизнь одного человека. Но, извините, после того, как вы представляете человека, которого в умах многих вы уже похоронили, вы все свои следующие действия перечеркиваете. Вот лично я больше вашей информации в этом деле доверять не буду. И вы можете называть меня как угодно. Вы можете говорить, что я продался Кремлю, или что вы там хотите, то и говорите. Но здравомыслящие люди все без исключения правильно оценили этот хлоп, то есть пролет, взрыв пикарды, взрыв пустушки. Так вот, возвращаясь к Аркадию Бабченко, оказывается, он не просто человек, желающий поприкольнуться, так сказать, но и очень жестокий человек. Ведь если отталкиваться от того, что он говорит, и верить в то, что он не лжет, в очередной раз, получается, что даже своих близких он подставил под очень сильный эмоциональный удар. Представьте себе, если действительно подобная сцена была разыграна, и перед женщиной лежит окровавленное тело мужа прямо на пороге собственного дома. Вы хотя бы представляете, какой психологический эффект может это иметь на здоровье человека? То, что она не грохнулась там в обморок вместе с ним или не поехала в этой же скорой помощи в реанимацию, это, знаете ли, не факт. С очень многими именно это происходит. Человек может посидеть за несколько часов. Человек может в этот момент шока испытать несколько мини-инфарктов. Не говоря уже о том, что дети, наблюдающие подобную сцену либо состояние матери, могут пережить такой эмоциональный шок, от которого они потом не избавятся всю жизнь. И если Аркадий Бабченко подверг свою жену подобной акции, извините, я вообще это не понимаю и надеюсь, что он просто соврал. Соврал, как и во всем остальном. Ты не сошла с ума, дорогая? И у тебя не было сердечного приступа? Ну, хорошо, замечательно. А если вдруг да, упс, извини, я не рассчитал риски. Думал, что у тебя психика чуть-чуть покрепче. То же самое о друзьях, которым прибавились седые волосы. Ну и всем остальным, кто действительно, на самом деле, пережил сердечную боль. Прав в этом случае Алексей Романов, который говорит вот такие слова. В общем, информационные, гибридные, пропагандистские оппозиции путинского режима сегодня укрепились. За что огромное спасибо украинской власти и лично Аркадию Аркадьевичу Бабченко. Кстати, чуть не забыл о нем самом. Каковы будут последствия этой истории для него? Надеюсь, плохие. Нельзя манипулировать теми, кто тебе доверяет. Надеюсь, его репутация, а вместе с ней значимость Бабченко как журналиста будут разрушены. Да, это жестко. Но это правда, которую вы не хотите слушать порой. И это справедливо. Нравится вам это или нет? Я по-прежнему считаю, что Аркадий Бабченко хороший журналист. И он по-прежнему, наверное, будет писать хорошие тексты. Но что-то надломилось во мне в отношении Бабченко. Я, извините, не купился второй раз на его объяснение. Я заметил глаза в пол и желание не поднимать их особо сильно на публику, перед которой он вынужден в очередной раз лгать. Я думаю, что Аркадий Бабченко, может быть, только потом понял, что он наделал. Теперь у России есть все основания говорить, что ее обвиняют безосновательно. Что против нее ведется настоящая пропагандистская работа. Что применяются нечеловеческие методы. И, о ужас, они правильно описали это, назвав все чудовищным спектаклем. Да, господа, это и был чудовищный спектакль. А если кто-то до сих пор еще думает, что это ерунда, и нужно просто порадоваться тому, что жив Аркадий Бабченко, я приведу вам еще один аргумент, связанный лично со мной. Накануне я работал над роликом о голодовке Олега Сенцова. Это был 12-й день голодовки. Я хотел сделать об этом серьезный материал. И вдруг вечером я узнал эту новость. Я отложил всю свою работу и начал делать ролик сочувствующей в память о ушедшем хорошем журналисте. Ну и дальше, естественно, я должен был сделать ролик, чтобы объяснить мою предыдущую фальшивую информацию, которую я выдал, потому что меня точно так же обманули, как всех остальных. На это все ушло два дня. А в это время Олег Сенцов голодает. Вот понимаете, что произошло? Мы все отвлеклись на два очень важных дня. Возможно, в эти бы дни многие блогеры и средства массовой информации били в набат и говорили о голодовке Олега Сенцова, о том, о чем действительно нужно говорить. Но все мы на два дня отвлеклись и начали говорить о какой-то несуществующей смерти. Теперь, работая над материалом по Олеге Сенцове, я думаю так, а голодает ли он на самом деле? И потом, когда еще будут происходить подобные ужасные вещи, когда будут арестовывать оппозиционных политиков или еще каких-то людей, борющихся за свободу? Мы, блогеры, журналисты, средства массовой информации будем спрашивать себя, а нужно ли реагировать сейчас или лучше подождать день-два, посмотреть, убедиться, а на самом ли деле это так? И не будет той молниеносной реакции, которая иногда крайне необходима. Меня спросили, вы что жалеете о том, что вы высказали очень хорошо в адрес Аркадия или о потерянном времени? Нет, я не жалею о том, что я высказался о нем хорошо, я действительно его уважал. Вот, извините, теперь в прошедшей форме. Но я жалею о том, что я потратил свое время, которое я мог потратить на другие вещи. И это очень печально, когда меняются стороны зла и добра, когда стираются грани. Или, как написал один человек в комментариях, в этом циничном мире появился еще один прецедент. Теперь не стоит слишком быстро быть добрыми, пытаться помочь или кому-то посочувствовать. На этот раз нам показали, что вы слишком всему доверяете. Все в этом мире может оказаться всего лишь вековой области. И кремлебот из этой ситуации столько аргументов выловит. А провернуть их будет так трудно. А те, кто обычно вот этих ватных троллей в соцсетях и СМИ ставит на место, их ведь в этот раз будет намного меньше. Потому как люди уже однажды выставили себя на посмешище и более не хотят.